Жанна Кулакова по-прежнему считает мероприятие, проведенное КНАП, политическим заказом со стороны недоброжелателей. Градоначальница не доверяет антикоррупционному бюро, намерена оспаривать заключение госконтроля. Единственной же институцией, заслуживающей доверия, называет суд. В любом случае, согласно существующему законодательству, это суд является основной, головной структурой, которая принимает решения по каким-то конфликтным вопросам. Поэтому мы дальше работаем, и я не считаю, что мы не сможем найти какого-то конструктивного диалога. То есть он находится, к моему любимому выражению, в рабочем процессе, который уже интерпретируется. Исполнительный директор Андрис Курсетес подтвердил информацию, что обыски проводились не только на предприятии тепловых сетей, но и в здании городской думы. Что и в каких кабинетах искали силовики, чиновник озвучивать не стал, сославшись на подписанную бумагу о неразглашении. Тот самый договор теплосетей с фирмой «Батерго», что стал главной темой последствий криминального характера, мэр по собственному утверждению не подписывала. Следуя действующему уставу, это сделал отстраненный руководитель Марис Лауденш. Сейчас, уже после ареста вице-мэра, самоуправление намерено провести на предприятии внутренний аудит и добиться оценки договора экспертами. До указанных событий, отметила руководитель, в этом просто не было необходимости. Опять же, вопрос этот, наверное, так остро не поднимался, потому что не было ни юридической оценки, что он как-то неправильно и незаконно заключен. Поэтому, поскольку вопрос этот сейчас поставлен, и нет окончательного мнения ни у правоохранительных органов, ни у нас, поэтому все должны решить этот вопрос эксперты и дать нам какое-то заключение. Сможет ли арестованный вице-мэр в случае изменения меры пресечения вернуться к исполнению своих обязанностей? Как оказалось, вопрос тоже пока риторический. Здесь мы, наверное, не будем сейчас принимать какое-то решение, поскольку в любом случае будет решение КНАБА, да, то есть даст возможность она господину Ширикова приступать к обязанности или нет, да, как в данном случае, как господину Ландышу. Поэтому предварительно, я думаю, что в официальном порядке мы не имеем права давать какую-то подробную информацию. Кстати, заключенный из Батерга договор пока не претерпел изменений. Как пояснила Жанна Кулакова, аннулировать сомнительную сделку до заключения экспертов или вердикта правоохранительных структур нет необходимости.